Приятно быть особенно на этой сцене, потому что последний раз я был на ней в 2006 году. Еще здесь тоже был на первой конференции, но так жизнь меня занесла дальше больше в сферу образования, причем такого дополнительного технологического, связанного с кружками. И вот два года назад мы вернулись к теме open source, уже имея за спиной здоровое сообщество из огромного количества выпускников, студентов и организаций технологических кружков по стране, которые занимаются изучением разных интересных штук новых. Почему мы вернулись к open source и к свободному ПО? Потому что хотелось вовлечь в это движение, которое по ценностям нам кажется очень близким вообще к ценностям, которые есть у кружков, у цмитов, облабов, у движения людей, которые занимаются созданием новых продуктов. Свободное ПО обладает очень важной характеристикой, которую кратко можно описать фразой шоу-миза-код, то есть то, что ты должен свои достижения прежде всего подтвердить, представить другим людям, закрепить то, что ты что-то сделал для кого-то в виде кода и уже потом пытаться это продавать, потому что сейчас у современных студентов и школьников немножко есть искажения в том, как они реализуют проектную деятельность, часто защищают идеи, как бы не сделав ничего на самом деле. Вот здесь свободное программное обеспечение является хорошей пилюлей. Значит, в чем специфика названия, сразу скажу. Я уверен, что этот вопрос может возникнуть. Когда мы запускали этот конкурс в конце 2021 года, наше министерство цифры внезапно повернулось к этой теме. Но, как многие из вас, может быть, следили, повернулось таким боком, что даже не решилось терминологию свободное программное обеспечение употреблять, и открытой тоже. А во всех нормативных документах звучало только open source. Именно в таком виде. Вот. Ну, сейчас вышла вот эта новая история с пилотом. Посмотрим, может быть, укрепится новая, более адекватная терминология. Мы и конкурс проименуем. Но конкурс был назван тогда именно для того, чтобы соответствовать некоторой государственной стратегии. И, собственно, идея была пойти сверху вниз. То есть провести конкурс сразу с поддержкой министерств, с поддержкой, с выходом на вузы ведущие, которые занимаются айтишными специальностями, на, соответственно, топовые компании и команды, которые занимаются разработкой. И, в общем, написание свободного программного обеспечения является таким стандартным качеством для них. Вот. И мы так сделали, что в конкурсе есть оргкомитет, который такую формальную рамку задает и, в общем, олицетворяет ценность всего этого для отечества. А вот экспертный совет. Мы собрались представители разных айтишных компаний и команд, которые реализуют те или иные, в том числе, свободные проекты. И, собственно, здесь, я так понимаю, Гоша Курячий, членов нашего экспертного совета, присутствует. Но, в целом, это довольно интересные, увлеченные этой темой люди. Собственно, мы изначально рассматривали идею широкой рамки, школьники-студенты, потому что, на самом деле, задача стоит, на мой взгляд, и вот после этого года, уверен в этом, популяризационная и образовательная, намного больше, чем соревновательная, потому что уровень и общая осведомленность очень низкая в целом в стране. Поэтому широкая рамка участников. В прошлый год у нас было два направления. Это со своими проектами, которые опубликованы в репозитории, или с контрибьюшенами в чужие проекты, которые были в репозитории. Два разных трека. И, собственно, нужно было опубликовать под любой из свободных или открытых лицензий проект, если он ваш, ну или поучаствовать в существующем проекте. При этом нам очень важно, что конкурс должен быть таким как бы тренажером open source, тренажером разработки свободного ПО. И для этого человек, по сути, может пройти через весь процесс конкурса, опубликовав свой код, поработав с issues и другими штуками, которые предлагают какие-то другие люди, и таким образом получить хоть какой-то, но простейший ход реальной разработки. Ну или, что еще более круто, более сложный уровень, на мой взгляд, провести полный контрибьюшен в какой-то существующий софт, добиться того, что твой merge request примут, и уже это подавать к нам на конкурс как реальная дельта, которую ты внес в upstream, что тоже ценно. Это все проходит на нашей платформе. Мы специально делаем большую цифровую платформу, где ребята хранят свое портфолио, но важно, что они туда привязывают свой GitHub или GitLab. Ну, пока других репозиторий у нас нет, потому что непонятно, нужны ли, и российский репозиторий еще не вышел в свет, как мы знаем. А вот реальную ценную информацию в виде обратной связи сообщества, звездочек и все остальное, что есть уже в GitHub и GitLab, мы можем взять и использовать в оценке, в рейтинговании работы. Значит, вот первый год конкурса у нас прошел не супер густо, но тем не менее было чуть больше, чем 400 человек. Вот видно, что в основном это парни, в среднем 18-летние, практически все это младшие курсы или старшая школа. Значит, ну, очень большой охват по регионам, 68 регионов. Москва, Питер лидирует, понятно, Московская область, Торстан, Новосибирск, дальше Ростовская область, Удмуртская республика и так далее. Очень мало поучаствовали в треке контрибьюторов. Это действительно сложно. То есть нужно было реально какой-то настоящий проект взять, туда закоммитить что-то и пройти через, в общем, согласование. И также, в общем, статистика по языкам, которые мы вытаскиваем из GitHub. Вот Python, C Sharp, C++ лидирует. Понятно, что Python сейчас суперпопулярен у школьных студентов на первом месте. Ну, про победителей, призеров. Вот тут есть QR-код и ссылки все есть в публикации. Там статья в нашем журнале Кружкового движения, которая описывает вот эти наши работы, интервью берет победителей. Вот есть примеры Тулзовин таких, которые победили в треке создателей или вот в треке контрибьютор победил товарищ, который довольно много всего понаделал в сайтах, будучи еще студентом младшекус. Значит, какие есть выводы? Кратко. И еще чуть-чуть расскажу про конкурсы этого года. Ну, смотрите, что стало понятно? Что, во-первых, по участникам конкурса и качество работ это такая очень жесткая экспонента. То есть некоторое количество сильных участников, и вот гигантский длинный хвост очень слабых участников, которые вообще ничего в этом не понимают, просто опубликовали какой-то код, просто выбрали лицензию, и все. Вот мы такие поучаствовали, сделали open-source проект. В этом смысле, конечно, задача предварительной акселерации и прокачки какого-то разъяснения и так далее, она очень важна. Очень слабые системные части вузов, несмотря на то, что мы со всеми деканами это все проговорили. Всем, в принципе, интересно, но так, чтобы open-source был какой-то системной частью преподавания на факультетах, такого нет ни на одном IT-шном факультете сейчас. Вот мы все ведущие вузы обошли так, чтобы это там как-то учитывалось вместо зачетов или что-то такое. Единицы там чуть-чуть есть в этом. Ну, в общем, я к тому, что тут наша идея состоит в том, что надо просто делать образовательные программы для вузов, комплексные, там, на семестр, open-source toolchain. И вот ты как бы его преподаешь, ну или вот там, не знаю, то, что Пирона делает, может быть, Гоша тоже может быть полезно, такого плана курса, и привязывать их к конкурсу, так, чтобы можно было полезно какие-то курсовики, что ценное приурочить конкурсу. Значит, отдельно про документацию и всякое такое околопрограммистское. Вот как использовать open-source? Сейчас это суперактуально кажется. При переходе массу на open-source не хватает, значит, софта, не хватает настроек, всего на свете не хватает. И поэтому мы думаем о том, что если в прошлый раз это было как-то немножко непонятно, куда пихнуть, то в этом году есть идея сделать новые направления, связанные с внедрением свободного ПО. То есть вы подаете некоторый набор документации, методичку или что-то такое, что для конкретной задачи решается с помощью свободного ПО, и это как бы тоже оценивается отдельной номинацией. Ну и в целом довольно слабо выстрелили партнерские направления почти все. Ну еще и дело в том, что это на самом деле, если по-хорошему делать такое направление тематическое с каким-то партнером вместе, то это огромное количество усилий, нужно разъяснять, вытаскивать какие-то конкретные штуки, которые интересны партнеру. И это в целом довольно большой объем работы. Вот, но посмотрим, как в этом году, какие направления останутся. Я думаю, что мы будем ориентироваться скорее на тех, кому это интересно. Про это подробнее можно почитать в книжечке. Мы провели потом еще дополнительную акцию, что-то в духе Google Summer of Code, но суперменьшего масштаба, потому что в Summer of Code нас не пустили в этом году русских менеджеров и участников. И вот с четырьмя компаниями сделали такие стажировки. Там был примерно такой же уровень отбора. Вот она прошла осенью. Там есть неоднозначные потом итоги. Кому интересно, расскажу про это в куларах. Вот, поэтому я уже сказал, что в этом году мы будем бить вот в эти три новых трека. И отдельно хотим сделать такую штуку для тех участников, кто будет помогать, поощрять других участников, помогать им, скажем, коммитить в их репозитории или даже какие-то советы давать. Для них сделать отдельный такой приз в конкурсе по поддержке друг друга. То есть для тех участников, которые помогают другим участникам в ходе реализации конкурса. Кажется, что это достаточно ценно было бы развивать такое горизонтальное взаимодействие. Вот, значит, по критериям оценки. В чем тут важность? Что вообще-то, наверное, самый open-source трек все-таки это контрибьюторы, потому что он требует, ну, прям реального вхождения в реальную логику, как это делается. Ты должен понять, в чем дыра в проекте, там это документация или ты хочешь какую-то фичу предложить, которой не хватает. Пройти весь цикл согласований. Но это действительно кажется, что высокий уровень. Вот, поэтому трек своих проектов кажется важным оставить. Еще это для нас важно, потому что это дает какую-то лазейку для того, чтобы все эти проекты бесконечные, которые делают школьники и студенты, не просто все выкидывались. Да, хоть какая-то часть из них могла послужить и обществу, да, и миру. Поэтому их публиковать кажется ценным. Но мы хотим в этом году задать более высокую планку, чтобы экспертам не нужно было мусор совсем отсматривать. Вот, например, планку того, что есть живой репозиторий, что там вообще-то что-то происходило, не просто один раз публикован код. Вот, значит, ну, про вот эти новые направления я уже сказал. Мы сейчас запустили такую штуку, как акселератор, специально до запуска конкурса, который стартует только вот у нас 9 февраля. Именно прием работы акселератора – это когда вы можете послушать разные интересные лекции, рассказы, послушать про инструментарий, как работать с гитом, как вообще смотреть, что изменять в проекте, как устроен флоу-опенсорс проекта и так далее, так далее. В общем, это все мы даем сейчас в рамках акселератора, и я надеюсь, что это поможет нам чуть-чуть поднять уровень начинающих. Ну и дальше уже начнется подача заявок и базовый вот такой цикл конкурса, который предполагает, что у нас сперва есть общественная оценка и рейтингование работ по звездочкам, в том числе в репозиториях, а дальше уже будет экспертная оценка. В том году мы сделали довольно интересный ход. Эксперты получали список проектов от рейтингованных по звездочкам, от самых популярных к менее популярным, и своими глазами выбирали те проекты, которым интересно оценить. Таким образом, получалось, что участник конкурса должен был еще адекватно назвать свой проект, написать адекватное описание, чтобы эксперт мог легко понять, что это его, что это ему интересно. Это тоже такая важная сторона любого проекта, чтобы ты умел вообще-то формулировать, что это для чего, это какую проблему решает, аналогом чего является, ну и так далее. В общем, это достаточно общие вещи. Ну и мы имеем возможность благодаря нашей инфраструктуре школьников поощрять. В 19-м году те, кто получили высокие результаты, призер-победитель, были школьники среди них, получили у нас до 10 баллов в игре, и это в целом тоже такая мотивация для старшеклассников сейчас большая. В этом смысле это позволяет популяризовать конкурс. Ну, наверное, так вкратце. Значит, все, что я хотел сказать. У нас есть чат, где у нас сидят участники, где мы ведем работу акселератора, у нас есть сайт конкурса. Будем рады, чтобы вы присоединились и как участники, и такие как бы евангелисты в своих организациях. Ну и те, кому интересен процесс экспертизы и участия в качестве, скажем, постановщиков задач. Сейчас еще самое время с этим прийти, и мы бы могли отдельные тематики, отдельные проекты включить как рекомендуемые для участников конкурса, чтобы они туда посмотрели и, может быть, поучаствовали как контрибьютор или как-то еще в тех или иных моментах. На этом все. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Интересный рассказ. В прошлом году, если я правильно понимаю, то в этом конкурсе как раз участвовали, там от Абазальта было предложение создавать графические утилиты для консольных приложений. Правильно? Это в этом ведь конкурсе? Там была вокруг образовательного дистрибутива от Абазальта предложение. Там было несколько идей. Но по ним, к сожалению, не было адекватных работ. Нет, Артем, вы путаете. Там была школа реальных дел, это не из этой серии. Понятно. Вопрос такой. Мне бы интересует, по каким критериям там будут отбираться победители, потому что там, где я поучаствовал в этом, я этого, честно говоря, не очень понял. Заявлено там тоже это было. Давайте я расскажу, что процесс устроен. У нас, в принципе, экспертный совет эти критерии утвердил на прошлый год. На этот год мы их тоже опубликуем, все посмотрят их до начала приема заявок. Идея состоит в чем? Что, конечно, сложно сравнить теплое с мягким. Особенно в контрибьюторах, когда у вас в одном случае contribution вроде бы простой баг исправили в скрипте, установочном, а с другой стороны это проект с огромным количеством звезд, форков и прочего. Суперпопулярный проект. А как его сравнить, например, с тем, что человек полностью перевел на русский язык документацию в другом проекте? И поэтому, конечно, у нас такая многокритериальная система, где мы хотим одновременно учесть и качество кода человека, и то, что он сделал, правда, работая. И то, что у него там стиль адекватный, он пишет код, который понятен. И то, что он следует каким-то compliance сообществу, что у него там в репозитории есть история, есть какие-то issues, есть коммуникация, там есть больше, чем один контрибьютор и так далее. То есть целый наборок таких критериев. Мы много с экспертами обсуждали, как вообще все это объять. Но получилось так, что там порядка 20 критериев. Для каждого можно было выбрать, да нет, неприменимо. Но при этом получалось, что в среднем это более или менее суммарно дало интересный вариант. В этом году будет чуть-чуть обновленная система. Но видите, в контрибьюторах… Ой, что-то у меня сбилось. В контрибьюторах мы учитываем больше качество реализации и значимость вклада, а вот в создателя, где вы свой проект предлагаете, там еще важно, какую проблему вы решаете. То есть то, что вы делаете, то, что до вас не делали, и ценность того, что вы сделали сейчас важна, потому что иначе зачем вы тогда вообще-то занимались. А во внедрении, которое новой номинацией мы делаем в этом году, там важно, чтобы вы описали адекватно, как это применять, собственно, чтобы человек мог это развернуть, повторить и так далее. Ну или даже видеоотчет, да, если есть что-то в таком духе. Организационный вопрос такой. У вас там Министерство образования и науки, все правильно, но, насколько я понимаю, вы же со школами работаете, поэтому… Нет, мы работаем с УЗМ тоже. Ну тоже, да, в том числе со школами. Чтобы ваши результаты были более распространены по школам, должно быть Министерство просвещения. А то он есть тоже у нас в Муркомитете. Да, просто нет, я не увидел его на сайте у вас. Оно есть, посмотрите внимательно. В Муркомитете представители есть. Да, ну вот вы говорите, что у вас Олимпиада, Олимпиада или как там называется у вас? Конкурс. Всероссийский конкурс, а он в приказе-то есть, Министерство просвещения? Смотрите, он у нас входит через наш конкурс талант в приказ под зонтиком другим, которым мы делаем, талант национально-технологической олимпиады, и вот под это наше национально-технологическое олимпиаду этот конкурс тоже входит, поэтому он дает и дополнительные баллы при поступлении. Если баллы к ЕГЭ, то, наверное, Министерство просвещения в курсе. Нет, смотрите, еще раз, мое честное мнение здесь такое, в приказе обязательно надо быть, мы в нем есть, все хорошо, но это ничего не гарантирует. Нет, это аудиторию, я за вас переживаю, аудиторию больше дает? Нет, это не дает аудиторию, потому что на самом деле реально увлеченных людей, которым интересно тем заниматься очень мало, это скорее как бы необходимые условия, как в математике говорят, но недостаточно ни разу, поэтому... Ну, лайфхак, администрация школы всегда заинтересована отправлять на конкурс, который в приказе. И еще последнее, робототехника у вас там присутствует? Да, нет, робототехники там сейчас нет, во-первых, интересно смотреть профессионалам. Так, это не возить робота по линии, естественно, здесь проекты все настоящие, в этом смысл. И вот, значит, ну почти нет, ладно скажу. Во-вторых, у нас была идея сделать open hardware в этом году тоже на конкурсе, но с open hardware не взлетело. Я так думаю, что это еще и потому, что инфраструктуры и навыков на месте в школе очень мало, чтобы open hardware можно было нормально подавать, ну и даже в ВУЗе. Вот даже фаблабы мы там звали вузовские, open hardware не взлетел, но мы вот думаем, по электронике там есть товарищи из Зеленограда, может быть в этом году что-то получится. Вот. Ну, Алексей, ну может быть как раз с Игорем там и в кулуарах побеседуете, да, может что-то и получится. Давайте, давайте. Да, да, коллеги. На один вопросик, в принципе, там вот еще рука, но последний. Спасибо за доклад. Не вопрос, наверное, комментарий просто для вдохновения. Вспомнил о том, что в какой-то момент аналог Google Summer of Code во время пандемии предложил даже ребятам, которые не являются студентами-школьниками, тоже пытаться пробовать участвовать. Вот мейкеры против ковида там были, да, я помню. А в чем еще раз комментарий? А что, можно тоже подумать, как могут помочь ребята, которые, допустим, уже выпустились, у них нет скорой там. Ну да, нам здесь было важно именно как участников, скорее, школьников-студентов, чтобы немножко отсечь уровень, да, профессионалов сюда не тащить. Но как менторов, как каких-то таких людей было бы классно. Давайте придумаем их позвать. Давайте придумаем их позвать. Поэтому, да, будем ждать следующих докладов развития этого всего. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.